Добрый день, меня зовут Михаил Иванов и мы снова на канале Wine&Wine. Тема сегодняшнего выпуска – обрезка электросекатором. Одним из средств малой механизации при обрезке винограда является электросекатор. Он значительно облегчает труд виноградаря при обрезке толстых лос и многолетней древесины, а также повышает производительность работы. Электросекатор состоит из самого электросекатора, блока управления и рюкзака с аккумулятором. Исходя из пятилетнего опыта работы электросекатором, мы пришли к выводу, что целесообразнее использовать его при обрезке старых рукавов, то есть лос, имеющий наибольший диаметр и представляющий собой сложность для ручной обрезки. Заряда аккумулятора хватает на 5-8 часов рабочего времени, в зависимости от опыта резчика и сорта винограда. Также в комплекте идет второй аккумулятор, который может находиться на зарядке, пока работает первый. Обрезку электросекатором проводят в тот же период, что и обычную обрезку. Через 2-3 недели после естественного листопада и продолжают до начала сокодвижения. В морозные дни при температуре ниже минус 5 градусов обрезку проводить не рекомендуется. Сейчас мы вам покажем принцип работы электросекатором. Для начала включаем блок управления. Выбираем режим открытия ножа двойным нажатием на курок. Можно выбрать широкий и полуоткрытый. И приступаем к обрезке. Стараемся делать рез перпендикулярно лозе, для того, чтобы уменьшить площадь раны, которую мы наносим к кусту. Следим за тем, чтобы нижнее лезвие прилегало к древесине, тогда рез получается наиболее качественно. Также металлические части шпалеры, проволока, колышки и другие не должны попадать под обрезку, иначе можно повредить лезвие. В целях безопасности, при перерывах в работе или переходе на другой участок, следует сомкнуть лезвие и выключить электросекатор. Данная модель электросекатора позволяет резать как тонкую, так и толстую лозу до 45 мм. Но в промышленных масштабах целесообразнее всего использовать тот тип обрезки, который мы вам показали. Тем самым, значительно снизив трудозатраты и сэкономив время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова